Всем привет! Записываю это вступление сразу после того, как закончил записывать ролик, потому что видео получилось реально сочным. На протяжении около месяца я наказывал либо школьников, либо быдла, ну таких ребят особо безобидно. Но наглых донатных маргиналов у меня бывает не так уж и много в видео. Так что сегодня я заполняю этот пробел как раз таки донатным модератором. На протяжении почти всего ролика вы будете наблюдать за тем, как якобы полезно дружить с администратором. Ролик был снят на сервере хэппи рп, айпи и группа будут в описании. Чувству ролик затянется и очень надолго, поэтому вкратце вам объясню, что я делаю в этом моменте. Я чекаю право карманника, потому что я решил за него поиграть и кого-нибудь обворовать. Потом я ищу какую-либо цель, чтобы обворовать ее на какую-либо сумму денег. Ну, стандартная схема. Далее я нахожу цель и начинаю ее обворовывать, после чего происходит вот это. Ну, с основным я ознакомился. Только мне нужно понять, как грабить-то, блядь. У меня ничего для этого нету. Вот, например. Вот. 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 Что, блядь? Какого хуя, блядь? Я деньги хотел украсть. Я готов поспорить то, что в первый раз, как вы это посмотрели, вы нихера не поняли и, наверное, уже перемотали. Но я сделаю это за вас. Давайте предположим, что там происходит. Давайте условимся также на том, что я сконцентрирован только на человека, которого я пытаюсь ограбить. Думаю, вам по демке моей это и так прекрасно видно. Я нахожусь на огромном расстоянии от мэрии, в которой находятся три человека. Один из них, возможно, держит оружие. Ну, вы же по скрину посмотрите, вы не поймете, что там реально происходит. Вы посмотрите. Это самое лучшее качество, которое могло бы быть. Человека, который был передо мной, убили за прямое наблюдение за рейдом. Меня взяли, завалили за компанию. Сначала это объяснили тем, что меня убили, так скажем, по инерции. То есть, косвенно меня задели и получилось так, что я умер. Сначала на жалобе мне объясняли то, что меня убили, ну, мягко скажем, ненарочно. Как только я нашел в правилах пункт 2.3, где говорится о том, что убивать людей без особой на ТОРП причины запрещено, в скобочках, даже косвенным путем, а это как раз то, что он объясняет, он меня типа случайно завалил, косвенным путем, то придумали сразу новое объяснение. Объяснение заключается в том, что я якобы намеренно прямо наблюдал за рейдом путем периферийного зрения. Ну, типа на жалобе говорят, что я якобы был в курсе того, что там реально проводится рейд и стоял прямо за этим наблюдал. Но разве вот такая вот реакция не говорит об обратном? А, я должен... Что, блядь? Какого хуя, блядь? Я деньги хотел украть? Нет, я, конечно, достаточно многозадачный, я там слежу за одним пабликом, за другим, за третьим, за каналом, за ТГ-каналом и прочим, но не настолько, чтобы отвлекаться, пока я пытаюсь ограбить человека впервые, будучи на серваке, еще наблюдать за каким-либо рейдом, еще понять, кто там стоит, что он держит в руках и что они вообще делают. Суть, я думаю, поняли, что я хотел сейчас до вас донести. Теперь переходим к моменту разбора жалобы. Ого, ничего себе. Рассказывай. Ну, у меня по логам, посмотри, кто убил. Ну вот. Убивать у тебя голос, друг. Прокурил. Ошибка молодости. Ошибка молодости. Так, а ты где был? Ну, я понимаю, тебя просто человек убил, который на рейде в мэрии сейчас, и они имеют полное право убивать гражданских, кто заходит, и полицию. А, я не заходил, нет. Я, знаешь, вот этот, такой, типа, перекресток, но с тремя дорогами. Вот дорога, она идёт до военки туда, общепринятой. А вот ещё есть дорога. А я вот тут где-нибудь нахожусь, у Челика за спиной стою. Его забрали, и меня тоже, получается. Он как раз-таки, видимо. Ты мне его просто... Какой из двух перекрёстков по этой дороге? Один, который к мэрии ведёт, или один, который к полицейскому учёту? Я на дороге стоял, который ведёт к мэрии, но я даже близко не подошёл к мэрии самой. Ты мне это... Значит, ты стоял на простреле, они, скорее всего, обстреливали дверь, её простреливали, и ты попал шальной пулей. Ну, я не знаю, шальная пуля или нет, но выстрела было только два, и как раз по мне, и по челу, которого я типа хотел обворовать. Потому что прострел выглядит так, когда вот челы начинают херачить просто, в надежде кого-то зацепить. А так нас двоих ёбнули, и всё. Ну что ты? Ну что ты? Зачем убил? А теперь нормально можешь сказать? Я что-то вообще не понял, отчего. Ну, я тебе говорю на русском. Зачем ты меня убил? Я тебе вопрос задал, зачем ты меня убил? Мы сейчас сначала жалобу разберём, и потом... На вопрос мы отвечаем, зачем ты меня убил? Ну, допустим, ладно. Я тебе... Да ладно, сейчас я с тобой буду к нему начать... Да ты охуеешь от жизни, бля. Ну давай. Я тебе ещё раз назову причину, бля. Хочу называть, да ладно, бля. Суроков, закрой нахуй, бля. Суроков, закрой нахуй, бля. Суроков, закрой нахуй, бля. Вот он, дефаутный представитель донатной администрации на любом абсолютно ДРКРП-серваке. Везде есть такие. Причина убийства была прямого наблюдения за рейдом, бля. Тебя это устраивает, бля, или нет? Прямого наблюдения не было. За кимрейдом я не в курсе. Это был фрекил. А, да? Охуе, да. Не было никакого наблюдения. Итог какой. Волшебный итог. Я с админом разговариваю. Я правила насчет этого. Тёмный, смотри. Никакого прямого наблюдения, как он говорит, за рейдом не было. Я даже не в курсе был, что это рейд. Вот когда ты мне сказал про рейд, я тогда и понял, что это был рейд. Я лишь передвигался по городу. Как раз чела хотел, как карманник, у меня же профессия карманника, оборовать. Я смотрю, он стоит. Начал воровство. Прилетает мне и этому типу по плюхе. Прострела, как ты предполагал, не было. Как он говорит, прямого наблюдения тоже не было. Так, хорошо. А ты, пират, говорит, что он наблюдал за рейдом, правильно? Ну, как свидетеля, ты его убил. Окей, в Калифорнии у тебя есть демка, где ты не наблюдаешь за рейдом и тебя убивают. Да, конечно, но смотри, как это дальше будет продвигаться. То есть, по факту, если окажется, что он утверждал неправильно, это будет обман администратора, правильно? Помимо фрекела. Да. О, супер. Вот тебе и волшебный итог. С кем мне свой дискорд, я тебе добавлю? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Интересный случай, если что, Боретка пробивает насквозь, и три человека пробивает. Ну, это ладно, сомнём эту тему. Можно на таланде взговорить, я ещё раз спрашиваю. А, ну, говорит ты, если это... Админ. А, что? Ну, на демке ты бежишь за человеком, вы стоите около мэрии, и оттуда видно рейд. Ну, а звук для кого на демке? Звук был на демке, звука я не слышал. Ну, окей, сейчас я ещё раз закину. А как на демке проиграй именно проигрыватель? Так, а почему тут не могучий проигрыватель? Ну, по звуку даже понятно, что я не понял, зачем меня убили. Ну, звук в данной ситуации не особо чем-то поможет, как бы на видеоряде видно, что... Что я намеренно подошёл наблюдать за рейдом, который я впервые видел. Что, может, ты не знал, но ты видел, собственно, мэрию, территорию, группировку, которая рейдит. Они имеют право тебя убить во время этого дела. Я понимаю, что даже на демке видно то, что не смотрел в их сторону. Я смотрел конкретно на чела, которого я хотел обворовать. Территорию рейда и группировку. Там конкретно было... Я видел эти жёлтые силы, это три штуки. Это понятно. Как тебя убить, челик? Кружочек видишь, то, что началось ограбление там, и всё такое. И то, что я конкретно всё внимание на нём держу. Я не смотрю ни в какую другую сторону. Тупо за ним. Так. Какого хуя, блядь, я деньги хотел украсть. Но я, по-твоему, специально бегаю просто ищу, кто меня убьёт, потом изображая удивление. Нет, я понимаю, я понимаю. Окей, хорошо. С точки зрения правил, вот этот вот чел, которого ты гравил, пошёл смотреть на рейд. Ну, он прям пялил на мэрию. Ну, а я смотрю на чела. Да, ты стоишь за ним, грабишь его. Значит, пират его убивает за свидетельство. И ты становишься, по факту, свидетелем вот этого и убийства, и рейда. Так вот, я, смотри, я демку показал. На ней прямо абсолютно хорошо видно то, что я, в принципе, не был в курсе. Даже откуда его сначала убили, того чела. Да, проблема в том, что ты в курсе. Сейчас я его замучу, он перебивает. Я, получается, смотрю за всем этим. Момент убийства, это же, типа, свидетель убийства, ты говоришь, правильно, Тёмно? Да. Вот. Свидетель убийства, это когда ты ещё видишь, ну, кто убил. Ты потом можешь пойти, донести начало в полицию, всё такое. Я тупо ничего не понял. Я стою, раз, одного забрали, раз, меня забрали. Я вообще ни хера не... Наблюдал впрямую за рейдом, а его я убил, потому что... Раз, хочешь сказать, можешь его сейчас размутить, чтобы я тебе его слова не пересказывал? Ну, давай, давай. Я ещё раз повторяю. Челик, которого ты грабил, грабил, одни там, в фоссе, он наблюдал за рейда. К примеру, другую, выложим другую картину, он наблюдал за рейда. Я убил его, но пробил вместе с тобой, потому что ты стоял сзади него. Это не будет считаться фриделом, так как это попадание под пулю. Если бы ты бежал, или, допустим, там это, я бы вообще претензий, ну, ни ко мне, ни к тебе претензий никаких бы не было. Вопрос уже в том, что ты стоял за ним, понимаешь? За ним, это так или иначе, всё равно. Плюс ты смотрел в зону рейда, всё равно был бы убит, понимаешь? Если бы ты убежал бы оттуда, не трогал бы тебя, это логично. Не буду просто смотреть во всех подряд, кто смотрит в сторону. А убил я фоссе изначально, а ты просто стоял сзади него, понимаешь? То есть, ты меня прострелом забрал, правильно? Можно тебе спросить, ты новенький игрок на этом проект? Ты только что зашёл, да? Ну да, да. В правилах прописано то, что не будет считаться фрикелом, прямое наблюдение за рейдом. Неважно, кто ты, гостник, командник, гражданин, любая профессия. Даже если в мафиози или... Это в фрикел прописано? Нет, это вроде в дополнительных правилах или в правилах рейда. Я уже точно не помню, но в правилах это есть. Его не меняли, я его лично не менял. Поэтому я тебе так скажу, что тут там уж они нет. Хорошо, я тебе тоже серьёзно говорю, правила 2 и 3 фрикел. Запрещено убийство одного игрока без особой на то РП причины. Даже косвенным путём. Ты меня убил, получается, по твоим объяснениям, косвенным путём. Не хотел ты меня, значит, убивать, как ты объясняешь, но получилось так. Косвенным путём ты меня убрал. Да сейчас я найду правила, я сейчас покопался. Вот, 2 и 2. Запрещено нанесение урона игрок тоже, косвенным путём. Но у тебя 2 и 3. Насчёт случайного в правилах ничего нет. Ну, косвенным путём, значит, то же самое почти. Ты не намерен. Я тёмный, ты наборный администратор, ты не знаешь правил. Почему я не знаю правил? Можно убить человека, если он наблюдает за рейдом, или видел вас в костюме, или может вас опознать. Насчёт случайного ничего нет. Ты согласен с этим? Да, да. Вот. Запрещено убийство одного игрока без особой на то РП причины. Да, то есть, значит, что я весь экран охватываю. Из-за этого ты его убил. Я был в внимании того чела, которого я ограбил. Это даже было понятно по демке, судя по моим высказываниям, после того, как меня убили, буквально за секунду после этого убийства в Фосе, которого я ограбил. Я говорю сейчас о правиле 2 и 3. Убийство одного игрока без особой на то РП причины, даже косвенным путём. В моём случае, ты, получается... А я тебе про другое правило говорю. Нет было у меня прикила. Нет было. Ну, как я тебя мог опознать на такой огромной тогда дистанции? Ты посмотри, я стою... А почему? А как ты... Что, а как я? А какая разница? А вот так, я стою на 20-30 метрах, я не пойму, кто там стоит, что они там... А какая разница, что ты мог распознать? Боже, блядь, попрос свой микрофон. Короче, смотри, я сейчас... Подожди, опять мучаю, он вообще... Смотри, тёмный. Ты же видел дистанцию, которую я показывал на рынке? А, я видел дистанцию, их оттуда видно. Ну, ты понимаешь, что не 2-3 метра, я не могу понять, кто там что делает. Моё внимание, в принципе, не может быть сконцентрировано в момент, когда пытаюсь обворовать чела. На других челиках оно не может быть сконцентрировано, когда они находятся в 30, а то и больше метрах от меня. То есть, меня, в принципе, не может интересовать то, чем кто там занимается и что там происходит. Я смотрю, на улице тихо подхожу, просто начинаю чела обворовывать, и меня, как бы, раз и убивают. Как он объясняет косыным путём, а это попадает под 2-3. То, что он объясняет правило какое-то, оно, в принципе, неприменимо, потому что я даже опознать никого не смогу, в случае чего. Я, то есть, я не понял даже, судя по демке, ты же её смотрел уже 2 раза, я даже не понял, кто меня, за что и когда, откуда убил. Тебе это немного странно, мне кажется? В сервере что-то пытаются доказать. Ну, и что, я пытаюсь доказать то, что я, в принципе, здесь... Сейчас я посмотрю, насколько тебя убил, в 6.16, да. 3.8, последний подпункт, вы можете быть убиты мафией и т-та-та. Если они, мафия, могли распознать тебя, нам не подходит, потому что вы были слишком далеко, они не могли увидеть ник организации. Смотри. Лэш, при вашем прямом наблюдении. Смотри, смотри, прикол, как у меня, вот я сейчас демку покажу, не знаю вообще, будет ли это уместно. Я сделал 2 выстрела, я думал, я его пробил, но я его не пробил, там ещё лучше. Слушай, там они стояли, прямо смотрели, сейчас я пересмотрю, фагменты, куда они пялили. А факту прямого-то наблюдений не было. Всё, вот, казалось бы, наконец-то, нормальное окончательное решение и последнее слово за администратором. Но нет, ему почему-то взбрело в голову попытаться его защитить и начать выгораживать его до конца. Он не стоял. Почему не было прямого, я тебе говорю? Как не было, если демку уже смотрели и видно, то, что я не наблюдаю за вами. Я даже не понял, откуда меня убили, что ты доказать пытаешься? Как написано в этом, который ты привёл, 3.8, последний подпункт. Либо они могут увидеть тебя, то есть не организация, что сверху худ, он так далеко, он не обрабатывается. При вашем прямом наблюдении за рядом, прямо он не наблюдал, он стоял. Вот перед ним человек действительно наблюдал, он прямо лупил глазами по мэрии. Так я с тебе и говорю. Разве не видно, что чел просто за мафию берёт, расстреливает, руководствуясь якобы какими-то правилами. Ира, что ты хочешь привести в данной ситуации? Демку, где видно то, что я стою на дороге, и потом он берёт и убивает меня. Ну смо, покажи демку ещё раз, блядь. Покажи демку ещё раз. Ещё раз тебе показать демку? Можешь, пожалуйста, показать ещё раз. Блядь, окей, хорошо. Так, сейчас, подожди, Вегас открою. Ты мне, блядь, тёмный, пытаешься чё-то доказать, блядь. Теперь нахуй перелавишься на меня, блядь, да, нахуй? Я тебя услышал, миздец, блядь. А что тебя не устраивает? Ты нарушил правила. Да, 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 давай, покажи демку свою. Нарушил правила, блядь. Какое правило нарушил, блядь? 2 и 3 я тебе уже объяснил. Давай, показывай демку свою, блядь. Сейчас покажу. Ну давай отсюда. Ну ты начинаешь его грабить, поворачивайся. Видно! Видно меня с оружием! Тупо видно! Я целюсь в своего друга щит, беру оружие, и потом ты, я тебя убиваю. Что ты остановил? Продолжай. Видно! Всё видно! Что вы мне пытаетесь доказать? Что ты тут видишь? Хорошо, давай, я полноэкранный сейчас сделаю. Ну, что я, блядь, тут увижу, вот скажи мне. Видно! Что я тут увижу? Продолжай! Что я тут дальше увижу? Вот ты говоришь, видно. Постой. Тише! Я сейчас говорю, ты выговорился, теперь я. Продолжай. Нет. Продолжай, друг. Нет. Ты отказывайся со мной разговаривать, да? А ты не администратор, я разговариваю с админом. Я сейчас задаю вопрос администратору. Админ, 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 тёмный. Ты против, чтобы я с ним сейчас разговаривал вообще? Нет, я не против. Что? Показывай дальше ремонтацию экрана. Я сейчас задаю вопрос администратору. Вот смотри. Это почти что полноэкранка. Я понимаю, да. Он говорит, что видно, потому что он был на месте вот этих людей. Ему, естественно, всё ясно и понятно. Нет, я вон сверху. Да ты можешь меня не перебивать? Ты, блядь, неадекватный или что? Ты можешь нормально себя вести? Он сидит, перебивает, не знаю, минут 20. Я нихуя не могу сказать, мне приходится его мутить. Да ты уже базарил, ты уже тут на 30 минут уже базарил, блядь. Я вообще ни слова даже не сказал. Ну, конечно. Пират, давай он скажет сейчас. Давай, говори, ладно, давай. Вот туда, что ты там вот примерно видишь? Ты видишь двух челов? Я вижу, человек в дверях стоих и второй сверху на лестнице, да. Всё, это первое, что ты увидел. Ты не приглядываешься, есть ли у него оружие, нету. Ты посчитай дистанцию хотя бы примерную. Ты посчитай дистанцию примерную, с учётом того, что я всё внимание перевёл на чела, которого я граблю. Как можно там что-то разглядеть издалека, то что там кто-то стоит с оружием? Вот он сейчас про этого чела говорит. Я сейчас даже приближу, подожди. Я сейчас даже приближу. Мне не сложно. Мне не сложно, я приближу. Да даже, сука, вот так непонятно, что он там делает. В какой-то жёлтой куртке там челы стоят. Окей, что? Кто это, блядь? Что это за хуйня? Что это, нахуй? Можешь ещё раз показать фрагмент, где ты подбегаешь за чел? Вот вы слезли с забора, и вы друг за другом бежите. Так, вот. Ты бежишь. Ты за ним. Ты хочешь его ограбить. Там, значит, вот, человек со щитом. Чел просто выбежал, достал ствол. Посмотрел. О, а почему бы не ебануть их? Первым, может быть, даже он и смотрел серьёзно туда. Но у меня на демке видно то, что я, в принципе, внимания на них не обращал. Что я могу разглядеть на расстоянии больше 30, примерно, метров? Попробуй мне объяснить сейчас ты, администратор, вот, как раз, Стём. Что я могу разглядеть на такой дистанции? Там модельку, вот, человека с оружием видно, но, допустим, ты знаешь, и, окей, ты не видишь. Так он выглядит, как обычный, блядь, человек в обычной куртке. Ну, далеко, там какие-то люди и какие-то челики. Ну, всё. На лестнице его почти не видно, ладно. Хорошо. Вот, начинается как раз, вот, я покадрово показываю. Он там со щитом бегает. Даже хорошо. Если он думает, что все абсолютно люди, всё пространство, поле зрения охватывают, когда на чём-то сосредоточены. Окей, я, предположим, вижу человека с полицейским щитом. Что я думаю? Это полиция. Может быть, под прикрытием. Правильно? Да. Что, каждый второй бегает со щитом? Нет. Дальше. Дальше. Он убирает быстро щит. Предположим, что я реально там за ними вот так вот решил понаблюдать. Прямо за рейдом, как он утверждает. Потом. Он быстро убирает щит, достает ствол. Что я должен на это делать? Как я должен на это реагировать? Я вижу просто, предположим, я вижу чела в куртках и в джинсах. Кто это? Что это? Я не вижу ни лиц, имён тем более, клан какую-то, организацию, профессию. Я ничего не вижу. Я приближу сейчас. Вот, посмотри. Я понял, да. Я не вижу ровным счётом. Нихуя. Я вижу. Вот только сейчас я увидел, что у него, сука, маска на голове. Вот только сейчас видно, что у него что-то, да, есть, может быть, в руке. Ну, ты посмотри. Ты до этого увидел то, что ствол. Вот, ты посмотри. Со стволом тип стоит. Я тебе сказал то, что, предположим, я увидел. Я тебе ещё раз объясняю. Я был сосредоточен на челе, которого я грабил. Ты понимаешь, что что-то не доказывает. Всё, я с тёмным рассказываю. Я с тёмным разговариваю. Ты посмотри, там нихуя не видно. Там ничего не видно. Это расстояние 50 метров уже. Даже не 30, не 20. Да вообще всем врать, блядь. Понимаешь, ну аху или нет. На демке видно. Если другой, другой админ увидел. И тебе показывают, что нихуя на демке не видно. Значит, всё равно не доказывает. Что ты мне объяснять пытаешься? На демке нихуя не видно. Я объясню, что пытаюсь. Я тебе сейчас нормально объясняю. Ты уже пиздишь тут, сука, 40 минут, блядь. Это ты, видимо, пиздишь, понял? Вот как ты в реальной жизни докажешь, что твои глаза, когда ты грабил фольсик, который стоял на ровном месте, не смотрели в сторону мэрии? Ты это никак не докажешь. И я это тоже доказать не могу. И ты сейчас говоришь, моё внимание было только на этом игроке фольсик, который ты грабил. А как ты докажешь, что его внимание было только на нём? Очень просто. У меня есть демка, на которой это наглядно показано. Не, ты мне не понял, что ты говоришь. Давай уже тёмный уже скажет и всё. Потому что я тебе сказал, что нас видно. Я ещё раз объясняю. 2 и 3. 2 и 3. Запрещено убийство одного игрока без особой на то РП причины, даже косвенным путём. А у меня была причина. Так ты её выдумал, пока ты смотрел демку. Ты сначала сказал, что ты меня просто цепанул прострелом, вторым выстрелил. Это я тебе сказал, что предположить можно. То есть можно предположить то, что я, допустим, тебя могу цепануть. Или мог бы. Или мог бы. Так а сейчас какая причина? Изначально я тебе назвал первую причину, из-за которой ты спрашивал, будет ли у меня банна 3 дня у Тёмного. То, что он подтвердил, то, что это... Причина убийства, ты меня не слышишь, что ли? Поэтому я тебе говорю, тут наружение никаких... Причина убийства, ты меня не слышишь? Я тебе назвал причину убийства. Наблюдение. Наблюдение, да? Я назвал его 4 раза. 4 раза. Демку я показал, наблюдения как такового не было. Я не стоял, просто смотрел там на какой-то рейд. Я даже не был в курсе то, что там какой-то рейд. Я тебе, смотри, Тёмный показал демку там, где абсолютно непонятно, что происходит дальше. А тебе что, ты мне скажи, дружочек, дружочек, а ты мне скажи, тебе нужно в рекламу писать, что получается, да мне пофигу, куда хочешь пиши. Ты челов расстреливаешь, которые вообще в центре города стоят. Я сейчас говорю опять с Тёмным. Если я тебе говорю, если ты хочешь нормально разобраться, если чего, старший админ, который Rutix, может Тёмный? Так, жалобу-то этот администратор принял. Тёмный, смотри, я тебе демку показал, ты уже подтвердил, пока на демку смотрел. Да мне нахуй не нужно менять администратора. Короче, Тёмный, смотри, я тебе демку показал. Да. Я тебе демку показал, показал. Пока ты демку смотрел, мы с тобой к чему пришли? То, что там издалека, в принципе, непонятно, что происходит. Я не вижу, что там, кто делает, как делает, с чем делает. В какой-то момент я даже по кадрову тебе показал, что там не видно конкретно, что кто держит. Не считая какого-то там полицейского щита. Я теологически объяснил, что было бы, если я конкретно наблюдал за тем, что там происходит. Я бы подумал, что там чел с полицейским щитом стоит. Но он полицейский, наверное, какой-нибудь под прикрытием. Вот. Это расстояние 50 метров. Грубо говоря. На демке видно то, что я не наблюдаю намеренно за челом. Щит является оружием. Увидел чела со щитом, пошел, донес. Кому? На кого? Как? На чела... Ну, приходишь, говоришь, человек говорит. На какого я не видел, как он выглядит? Щит является оружием. Ну, в жел... Да, в желтый... Так их дохуя, их там много. На кого мне доносить? Я ни имен не знаю никого, ни примет, ничего. Я просто смотрю на чела, которого я обворовываю. А там где-то кто-то, блядь, вдалеке с щитом бегает. Как я его опознаю? Щит является оружием. Соответственно, описание. Человек в желтом с оружием, со щитом. Они идут... И они ищут всех людей в желтом, если это как представляешь? Ты себе как представляешь чела, который придет доносить на другого человека, которого он увидел с 50 метров, пока грабил какого-то другого чела. Шарил в карманах. Как себе ты представляешь вообще? Я тебе на демке показал, это видно прекрасно, то, что я занимаюсь конкретно одним человеком. Людей с оружием в мэрии, вот, ну... Ну ты же смотрел покадрово, там непонятно, что они делают. Вы сейчас, наверное, удивлены, то, что у меня тон голоса повысился, ну, потому что сначала, пока я объяснял и показывал, администратор был на моей стороне, но тут вдруг у него что-то перемкнуло, он начал его в тупую защищать. Говорят, что там челы были с оружием, ты мог на них донести. Я ему говорю, ну, логически подумай, как это будет выглядеть, он... Он ничего не говорит, вот, сами слушайте. Каким образом я наблюдал? Как пират объяснил, и в данном... В данной ситуации я встану на его сторону. Так ты сначала на моей стороне был, когда я тебе начал показывать демку. Что произошло? Я тебе нормально объяснил то, что ты в принципе не поймешь, что там происходит. То есть я могу банально что сделать? Я могу пойти по твоему объяснению, сейчас зарыдить какую-нибудь квартиру, правильно? Я буду рейдить квартиру, пробовать ломать ее. Вижу, кто-то просто проходит, меня видит и идет медленно. Я его возьму, убью. Я вот просто буду на стрёме вот так стоять, руководствоваться тем, то что там вот люди проходят, они видят то, что рейдом занимают. Издалека. Я понял. 50 метров и больше. А вдруг они меня опознают издалека? Вдруг, блядь, у каждого с собой бинокль, да, имеется? Ты же видишь по демке то, что я не смотрю даже в ту сторону, я не понимаю, откуда меня убили. Ты звук слышал? Звук там, там, ну, в плане звук чего? На дамке звук был. Ну, саму реакцию. Ну, звук выстрелов, когда уже стрелял. Просто обратите внимание на то, как он тупит, на его вот эти все затупы во время речи. Он подбирает фразы, чтобы его выгородить так, чтобы быстрее закончить эту сраную разборку. Но он не знает, что такого сказать, потому что я тупо давлю фактами. И я редко об этом говорю в своих роликах, даже где вот эти всякие жалобы есть, но тут я реально давлю фактами. Чел не знает, как его выгородить, и поэтому тупит. Ну, звук выстрелов. Потом я говорю то, что я не пойму, за что меня, кто откуда убил. Это, в принципе, показывает то, что я не являлся прямым наблюдателем рейда, о чем вы сейчас мне говорите. Как сказал пират, по факту весь экран, вот центр это вот глаза, а весь экран это периферийное зрение. И вот ты, ну, короче... Ты знаешь, как оно работает? Как он сказал, ты никто не докажет, где у тебя были глаза. Вот прицел у тебя мог быть на человеке, а глаза твои, вот ты в экран смотрел на них и пялил их, и мог их сдать. Периферийное зрение, по-твоему, работает на расстоянии до, там, 50 метров. Серьезно? Ты посмотри расстояние, как я кого там опознаю. Ты подумай просто головой сейчас. Вот то, что там кто-то вдалеке что-то делает, и кто-то меня посчитал свидетелем, взял и убил. Ну, если не нравится, предложи ему просто другого, любого администратора, пусть другого воин с этого не займёт. Да и нахрен не согласятся, чё тут уже всё, они там пройдут через эти пять кругов ад, и снова будут всё смотреть, снова созывать. Здесь конкретно у пирата нарушения нету, так как ты являешься свидетелем рейда. Каким свидетелем, если я не видел, что происходит? Ты по демке посмотрел, я тебе показал. Ну, я про это изначально сказал, про свидетеля убийства, то, что Фоси ты убил, и он, и хоба, он вот из-за этого человека... Каким я свидетелем был, если я ничего не видел? Убийство. Убийство перед тобой, человек стоял, его убили, я видел убийцу разве? Я не пойму, кто его убил и откуда. Я не пойму, кто его убил и откуда. А ты говоришь мне о том, что я якобы мог опознать чела, который находится в мэрии. Каким образом я могу увидеть, стать каким-либо свидетелем, если я в принципе не заметил, что произошло? Типа я стою, раз, я уже лежу, я на спавне. Что это за бред? Хорошо, ты менять отмены не будешь. Он уже про это сказал. А ты жалобу хочешь закрыть, правильно я понимаю? Ты хочешь закрыть жалобу, я правильно понимаю? Да. Я склоняюсь к тому, что жалобу уже надо закрыть, так как здесь все разложено. То есть ты... Свидетель убийства и свидетель... Каким образом? Ну, перед тобой убивают человека. А я вижу, кто это сделал. У тебя открывается просмотр на мэрии, и ты видишь труп. Там видно человек с оружием. Если он тебя не убил бы, то ты пошел и доложил. На кого? На него. На кого на него? Я не вижу, блядь, кто его убил. Я не вижу Ника, я не вижу ничего. Нормально. Когда его убили, уже было видно человека в дверях, который стоит с оружием, и он... Что, я пойду на него докладывать? Как ты это себе представляешь? Ну, чел в мэрии убил в желтом. Какой чел именно? Какой? Они находятся... Я приметы знаю. Каким приметам, блядь, их там трое одинаковых? Как ты себе это представляешь? Плодежда желтая. Ты его очень бредово защищаешь, я тебе серьезно говорю. Ты его очень нелепо защищаешь, потому что как ты себе представляешь, что я буду на него докладывать? Ну, просто вот серьезно. Я пойду в полицию, скажу. Здрасте, у меня есть информация об убийстве. Вот его убил человек в желтом, вот их там еще трое, а вы, блядь, угадайте, кто его убил. Я говорю, может, себе в натуре на 15 минут заржали, что-то так ты жопу рвешь, смешно. Ну, там не то... Не, наоборот, смешно, то, как тебя сейчас администратор защищает намеренно и не хочет разбирать нормально ЖБС. С учетом того, что я объяснил все аспекты, по которым я в принципе не видел. Вот поэтому я тебя и замутил на 50%. Я тебя особо и не слышу. Потому что он 50 тысяч дает. Он от тебя денег не примет вообще, мне кажется, он сейчас чисто вот на... Не, я не буду брать деньги никакие. Я сейчас уже говорю о том, что помимо того, что я предоставил абсолютно все, что только можно, объяснил, как только можно, на русском разжевал, выплюнул как раз в рот, чтобы уже было проще это усвоить. С учетом всего, что я сделал, тут уже есть 2 и 3. А ты, судя по тому, как идет разговор, ты сидишь, слушаешь все мои объяснения, киваешь, говоришь, угу, ну это в принципе нормально. Потом проходит буквально 5 минут, и ты говоришь, ну я его в сторону приму, закрою жалобу, здесь нет нарушений. Хотя я тебе логически объяснил просто максимально. Смешно наблюдать не за тем, как я пытаюсь добиться справедливости на этой жалобе, а за тем, как ты его защищаешь и покрываешь. А потом вы вместе с челом, на которого я подал жалобу, сидите с меня, смеетесь, типа предлагаете денег и все такое. Вот это смешно. А то, что я пытаюсь нормально добиться справедливости на жалобе, это нихуя не смешно. Это, это, блядь, на самом деле нормальному человеку плакать, блядь, захочется. Я извиняюсь, у меня нет столько опыта на сервере, как у пирата. И именно по этой причине он начинает потакать долбоебу, да? Охуенное объяснение. Супер. Я думаю, мне хотя бы это не придется объяснять, почему конкретно этот чел конченый, на которого я подал жалобу. Ну вы просто посмотрите на общение, на поведение, на то, что он вообще делает, блядь, на жалобе. Он сейчас все достаточно нормально изъяснил, и я хочу его принять в сторону. А я тебе не изъяснил нормально? Или я тебе что-то не досказал? Ты мне тоже изъяснил, но он... Бля... Я могу... Что? Он просто чел, которого ты сейчас выгораживаешь на разборках. Я это вижу как игрок, который зашел недавно, именно так. Пират, какие ты ему три варианта хочешь предложить? То есть, он хочет, чтобы ты его сделал погромче, он предложит тебе три варианта. Какие три варианта? Дай по ним. Я могу предложить только три варианта. Первый, мы закрываем жалобу, и ты идешь к другому администратору, раз ты такой умный и говоришь, что он на меня упаковает. Это не значит, что он, допустим, в чем-то где-то состоит, в организации мы и так далее. Это без разницы. У меня все друзья администраторы. У меня все друзья администраторы. А в чем прикол-то до первого варианта найти какого-нибудь другого администратора, который тоже будет его другом? Что это за хуйня? Я, сука, что-то не понимаю, может быть. Ну, оно и понятно, что тебя покрывают. Не, подожди, подожди, я спокойно говорю, зачем ты... Ты мне думаешь, серьезно, что-то дальше доказывать? Я тебе предлагаю подать жалобу еще раз. Мне что делать, нехуй по несколько часов тратить на одного чела, который нарушил, которого покрывает администрация? А что? Я просто говорю о том, что... Я лучше поесть себе, блядь, пойду, приготовлю. Вместо того, чтобы ебать себе мозги насчет чела, которого покрывает администрация. Типа, я достаточно терпимо себя вел до конца этой разборки, а сейчас я понимаю, что я зря себя сдерживал. Чел, блядь, нарушил, я подал жалобу, я, сука, разживал, выплюнул, чтобы чел просто усвоил это. Я тебя не договорил, я так и не договорил. Два варианта последних осталось. Второй, я тебе даю денег, а третьего, а третий, просто закрываем жалобу. Ха-ха-ха-ха. Я хочу контекст, я хочу четвертый вариант. Третий вариант, ты можешь этот, уйти в проект просто. И не играть здесь, как я тебе донат, такие. Серьезно? Не, ну вы прикиньте, какой-нибудь донатный долбоеб вам будет на жалобе говорить, что-то не нравится, вали нахуй с сервера. Но и это еще не все, смотрим дальше. Ну, а я тебе не... Это ты так приветствуешь новичков на сервере? Я просто тебе предлагаю. Я просто тебе предлагаю. А тебя кто-то просил предлагать? Кто-то заинтересован твоих предложениях? Нет, я предлагаю. Кто-то заинтересован твоих предложениях, кому-то они интересны? Это как суд, понимаешь? Я как обвиняемый, сидит, хавает, если адвоката нет. В данном случае у тебя друг-администратор, хотя ты сам это уже в принципе сказал. Да позови другого администратора. Который тоже будет твой друг. Нахуй оно мне нужно. Да создателя позови. Да создателя позови. Хорошо, сейчас. Хорошо, сейчас создателя позову. Вы можем вот Якиме позвать? Или волва оператора? Правило есть такое. Большой ебет мелкого. Давай, добавляй, челы. Большой ебет мелкого называется. Знаешь такое? Ааа. Я большой, а ты мелкий? Или типа что? Ты карманник, ты за карманника играешь, ты его ограбил, после этого он начал тебя убивать, ну, по исследованию. Нет, меня убили вон оттуда с Мэри. Видишь, ты на нее тоже внимания не обратил. Ага. Вот, оттуда с Мэри меня убили. А, у меня вопрос. А, Легон Матер Критер, серьезно? Да, извините. Первый вариант сменить администратора, второй вариант дать денег, третий вариант... А там что, разница есть какая-то? Мне еще предложили просто уйти с сервака, съебаться отсюда. И не играть тут. Да, было такое. Пират сказал, если тебе не нравятся админы и тд, забей пирату банник, банщика недельку. Каким, на неделю? Его, да. А вот так. Я же тебе говорил, большой ебет маленького. Так я говорю, если слабо, Плюс Пайкилс. Что за пресса? Да. Отремонтируй двери в следующий раз, как бы, будешь рейдить. Да, хорошо, отремонтируй. Добавляем. Куда тебя добавлять? Нахуй ты нужен тут. Иди доедай дальше. Тебе обед заканчивается, скоро ужин начнется, иди отдыхай. А давайте по приколу добавь, добавь, то, долбоеба сюда. Давай ты ему, как создать это объяснение. Левая дверь была выбита еще изначально. Сейчас можем пересмотреть, подождите. Там же видно, что он говорит. Ты можешь мне сказать вообще? Да, тебя это не должно вообще не интересовать, нисколько. Ясно, короче, друзья, я понял. Левая дверь на месте стоит, вон. Подождите, ребят, видите, курсор мой, нет? Вот видишь, меня такая темненькая, это тоже дверь, кстати говоря. И эта дверь тоже на месте. Так ты чешешь, получается, администратором, да? В смысле чешешь? Я тебе говорю. Ты чешешь, администратором, ты пиздишь админа, блядь. Ой, бля, ясно, разговариваю сейчас опять заново все это, блядь, сколько у меня баны. Скажи, сколько баны. А что, диалог с кем-то был? У меня тут монолог был. Мне предложили, либо я возьму деньги, либо сменю администратора, и в этот момент он начал у себя в голове перечислять, с кем он хорошо из админов общается, этот пиратик. И потом мне еще предложили с**баться с сервера. Я тебе говорю то, что я не говорю то, что с кем-то хорошо общает. Короче, ближе к делу. Сколько бан, Ютимир? Неделя. Неделя? За что? НРП плюс Пойкил. А почему неделя мне интересна? Почему неделя? Потому что, во-первых, меня оторвали от того, что я сейчас сделал с маппером, работал. Я сам предложил эту новость. Секунду, не перебивай меня, пиратик. Это первое. Ты чему рандомному сказал с**баться с сервака, чисто потому, что ты крутой и якобы являешься... Не, мне так сказал. Как ты сказал? Я сказал, у тебя есть третий вариант, если хочешь по желанию, ты будешь поменять или сменить сервер или просто отсюда уйти. На рэмке записано. суть меняет? Я не говорю то, что я такой крутой и типа иди отсюда и так далее. Нет, ты говорил то, что ты такой не в**баться, крутой перец, ты дольше меня играешь на с**баться и лучше меня узнаешь правила. Ни слова. Ты в**бываешься, значит. Да господи, пиратик, ну давай еще обман запишем. Не, я тебе серьезно говорю. Да тут уже два обмана. Есть, да? Я сейчас образовал. Да как минимум по икос дверью, ты мне только еще затирал, что она сломана. Ну давай, бана. Ты мне, конечно, настроение поднял. Я тебе сказал то, что я буду топить за 15 минут бана. Я натопил в итоге на неделю. Оно тебе нужно? Стоило оно того? Можете просто договориться и нормально разойтись. Я не буду с ним договариваться. Передо мной чел выебывался, всю разборку меня перебивал, предлагал нахуй просто ливнуть сервака, сменить админа на другого, на другого такого же, который будет его защищать и выгораживать, с которым он хорошо общается. Я тебе предложил три варианта. Первый, сменить администратора, второй взять и гайли. Да мне плохо, что ты уже предлагал. Уже все, уже конец, финал. Речь сейчас идет о другом. Дело пахнет писюнами, и как ты будешь это все нюхать сидеть? Давай, рассказывай. Подобавляли друзей, блять, проект. Да, да. Вот снимайте первое. Вы типа тоже за одной партой рефаните, что вы там делаете? Да. Да, сидим за одной партой. А ты типа его хруешь, который воевать уходит? Как он? Я забыл. Да, да, в прошлой жизни. Рецидив у нас с какого начинается, бана? Рецидив. Повторого. Что такое рецидив? Рецидив вообще, да? Да, ну почитай. Вот что быть значит ютубером на данном проекте. Рубрика, рубрика, рубрика. Администратор платит игрока. Не, у меня название другого будет. Какое интересно. Обозрешь меня конкретно? Основа до головы, да? Нет, ты с этим сам неплохо справился. Ты что не заметил? Проверь, что мы. Да, допустим, ладно. Я побежал, давайте. Удачи. Все, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok